здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала последнее время садоводы распробовали препарат максим сегодня я расскажу что это такое и как применяю его я максим это фунгицид широкого спектра действия к основным болезням которые препарат способен побороть относятся различные гнили в том числе чеснока и лука фузариоз парша антракноз разные почвенные инфекции черная ножка плесень головневый гриб фитофтора и мучнистая роса причем данным препаратом можно обрабатывать землю деревья с кустами и даже замачивать семена или луковицы с клубнями перед посадкой его можно применять самостоятельно или же смешивать с другими средствами по борьбе с вредителями и болезнями что очень удобно при этом максим не оказывает негативного воздействия на полезные микроорганизмы в земле я применяю его осенью в первую очередь для замачивания перед посадкой тюльпанов гладиолусов лили и всех остальных луковичных цветов также хорошо замочить озимый лук или чеснок или же плеснуть разведенный препарат под посадку осенних деревьев клубники или ягодных кустов для замачивания посадочного материала я развожу 2 миллиграмма препарата в двух литрах воды и кладу луковки на 30 минут обработка защитит растения в дальнейшем от серы гнили фузариоза и других болезней особенно актуально применять если ваш лук и чеснок постоянно подгнивают и из-за этого вы теряете урожай также если вы выкапываете луковки цветов на зимнее хранение делаем такое же замачивание в максиме на 30 минут и кстати запомните препарат максим отлично борется со многими болячками картошки весной перед высадкой опрыскать и тщательно все лотки с посадочным материалом это поможет сберечь урожай от фузариоза мокрой гнили и других болезней хорошо пролить препаратом и землю в теплице или на грядках осенью или весной для этого 4 миллилитра препарата я развожу в 10 литрах воды и поливаю из лейки лучше брать лейку с мелкодисперсными отверстиями чтобы препарат не выливался быстро в одном месте этим же раствором просто отлично пролить клубнику и ягодные кусты устроив им избавляющий от болезни душ многие пишут что после данного препарата нужно обязательно пролить землю байкалом для восстановления микрофлоры земли но это неправда я уже упомянула что данный фунгицид не трогает полезные бактерии следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет магазины всего вам доброго